далее как извращаемся открыли ребята у нас тут эпицентр не копали поехали туда думали съемник купим да щас тому такие квадратные вот такие квадратные на меня глаза эти продавцы не знаем что такое как делаем сами их ребята слышали было сколько я сегодня плохих слов сказал два метчика поломал пока вот это все сделал зажали вот так можно было просто станки сверлили ну не шли не вот такая получила съемника ну давайте испытаем где-то включить идем же сюда андрюха не знаю что снимает знает потому что он сам учился так мы просверлили на 16 вот это отверстие потому что нет у нас больше сверла ну а тут у нас 19 поэтому я не знаю получится сейчас даже или нет если нет придется как-то выделываться да с этим внутренним резцом вдруг видишь конечно же не смотри как она плохо видал она то зажмем но это не то надо две шайбы здесь подкладывать понял двухмиллиметровые смотрите ребята что надо вообще как правильно вот здесь подложить шайбочку и зажать и здесь шайбочку понял зазорчик дать в 2 миллиметра вот так а потом расточить резцом если здесь 19 но мы 19 это чем понял а потом шайб это уберем и будет как раз вот на этот вал короче ребята вот смотрите у вас же разные машины да вряд ли у кого-то ака такая есть правильно у василия правда есть аж 2 а где он воронеж но не помню где он живет вот поэтому если у вас другие здесь размеры будут в этом валу шрус ну в этих шрусах то вы естественно и будете точить вот это отверстие отверстие другим а сама идея вот какая сейчас мы вам покажем значит здесь еще надо два отверстия на руках он и здесь же два болта и еще шаши эту втулку упорную блин сколько работы я в шоке гайку видите подложил все четыре кулачковый патрон бы купить там есть китайский по 2000 гривен где ключ вот значит смотрите вытаскиваем теперь эти шайбы по 2 миллиметра которые мы подложили так паузу сделай пока отлично и готовить то есть получилось каждой стороны по два миллиметра так это я отметил немножко кривовато там отверстие поэтому нет взаимозаменяема то есть только вот так ставить то есть перевернуть вторую часть нельзя кривовато глаз алмаз все смотрите вот этот зажим готов да вот он тут как раз вот эта ступенька пыльника здесь же у нас пыльник входит вот этой частью да натягиваем вот пыльник вот сюда здесь он обжат когда вы захотели поменять только пыльник или тот или тот взяли вот это даже с колеса не надо доставать ступицы вот так она стоит ступицы взяли пыльник оттянули разобрали оттянули потом ставили вот это вот вот этот съемник вот эту часть зажали здесь вот можно сюда можно вот сюда вставлять хоть сюда без разницы смотря какая-то втулка у нас вот а теперь надо здесь два отверстия еще две резьбы и два болта таких вот потом еще здесь втулку такую разрезную которую будете так одевать одеваете ее она будет упираться вот в этот нижний сепаратор или как он называется до шруса и когда вы будете здесь болты эти закручивать два она будет туда давить дави 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 давить и бам этот шрус и вылетит так на всякий случай ребята размеры вдруг кто-то будет смотреть у кого такая же проблема с такой здесь 19 19 2 штанга ли совсем точно 19 2 вот этот размер здесь где были кстати вот пыльник тоже 19 3 здесь вот под пыльник поняли вот кто будет искать например пыльник наружного шруса замену то здесь получается вот это место должно быть под посадку 19 3 19 миллиметров мне кажется округлить до 19 здесь имеется этим штангелем хотя по 0 потому потрясен подвел кнопку 20 можно верить 19 2 получается под пыльник тут 19 поэтому съемнику все равно хорошо сидит и тут и тут и тут и тут а это и подняли да поставили две шайбы по 2 миллиметра каждый толщина каждой шаг бы было 2 миллиметра потом проточили на 19 и стал хороший съемник теперь нам надо здесь два отверстия просверлить каких не знаю какие болты найдем сейчас вот они должны быть насквозь желательно по длине чем это данных чтобы мы могли сделать полноценный съемник и втулку но втулку естественно внутренней будет тоже 19 с чем-то ну чтоб она свободности то есть вот у нас получается 19 3 вот смело можно 19 5 делать внутренний диаметр разрезной втулки мы ее сначала на токарном станке сейчас вытащим а болгарка потом разрежем ну то чтобы ее можно было раз и туда не было меньше болванки ребята приходится и 60 вот так извращаться вашу я сделаю страна такая но нет у нас продажи съемник это ж не китай вам вот так вот 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 Продолжение следует... 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 вот здесь я на конце сделал пяточку такую чтобы упиралась в этот сепаратор внутренний вот и вот так она будет смотрите как классно так упрется туда в сепаратор как раз здесь место остается для съемника но если что-то будет мешать мы еще здесь лишнее на станке сточем на глаз же все делаю говорю ну вот ребята миллиметра 3 еще осталось три четыре мы потихонечку болгар очка вот тут уже вывел вроде как ровно и теперь здесь надо стачивать блин долго так был бы этот фрезерный станочек а но нет уж все хватит никаких станков вы то счастливый он никаких станков и не надо вам вот это мучиться пошли купили съемник да и все у нас станок и вот это приходится ах ребята как это все тяжело но выгодно когда смотрите мы купили за 180 гривен нам пришлось сверло вот такую купить залезку мы не считаем это где-то я раньше ее притащил два дня потратили метчики купили свои два поломали купили вот такие три метчика 1 2 один просто упорный меньше резьбы видите для упора то есть выгодно конечно выгодно да потратили съемник столько не стоит я в шоке ой куда я кручу лишь это тоже вторым метчиком прошелся кстати ребята вот стоял на рынке там мужик знакомый и такой цены не мог сложить за старые метчики советские он это же советские такие это ну дорого ты что 90 гривен за два метчика больной что за 60 гривен в эпицентре 33 метчика вот таких м8 вот они 1 2 и ну тот упорный это наш старый какой-то тоже 8 но на говно старая но ему жилет уже им точили переточили до металл конечно может быть и неплохой хотя вы час этим точили ну отличный металл все прекрасно новенькая я не знаю что за народ такой странный какой-то это все равно что саксофон да у меня есть чехословацкий старинный саксофон а я сейчас за него как загну 5000 долларов потому что скажу это же советский крепкий так ребята ну вот все я уже так устал что уже все объяснять даже не могу но все понятно да м8 везде резьба и тут и тут размеры думаю не интересного у всех машины разные сняли полуось да и померили а это полуось да можно и так назвать это привод да вот это мы заморочились он нам надо было там молотком бы в шараха липюже давно на машине катались нет заморочились это финиш какой-то так ключик везде на 13 а вот ребята видели вот моя ошибка первая всю отдыхаешь не покрутишь вот не подумал денешь об этом и вот как теперь выйти из этого положения вот такая хрень обточил головки но мне теперь слабенький не знал конечно болты надо другие ребята это не выход старом а зиме мне можно эту сюда передвинуть а здесь немножко срезать все-таки еще втулку туда немножко подать и тогда вот этот толще же диаметр чем там и можно будет обычные болты да и все короче как это все муторно молоток самый лучший инструмент убедились съемники съемники что скрипит аж и ничего не выходит почему не выход хрень какая-то это все эти ноги все пора торопятся ну да так все провернулся этот шляпка ж теперь стала сточен ослабленная ослабленная фигня это все ребята ничего не снимается короче не съемника фиг знает что надо болты перетачивать ну все тут видишь там квадрат и так он уже битый был болт какой-то бушный вонючий какой-то болт эх 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 мы строили строили и наконец построили эх ладно пошли болты искать так вот настолько отрезал ребята вот теперь все глаза в головке при нато балда маловато будет я лично так маловато будет ну лучше отрезать чем приварить да так поехали ну по чуть-чуть с той стороны по чуть-чуть с той стороны мама неудобно все равно как-то вот неудобно все да как-то хреновастенько молотком вот гораздо лучше ну и чё вот тут встань снимаю вот эти болты кивиш то на близко то зачем а хотя сам смотри дарит а чё она оператор она и оператором видны их камерку бы нам купить а соньку вы вот эту вот трехтысячную ну а их уже не вуза что-то это и стоит же ж она зараза это шо ж такое ну 6 кручу кручу ты сниматься думаешь ну идет куда-то то то есть там водик вот такое кольцо ребята вот стопорно и вот если она сломается я не знаю где брать с восьмерка с девятки такие или не ни хрена не купишь страна какая-то стала то что ж такое все кручу кручу куда-то там идет ты тут снимаешься нет шрусик ну чё ты застрял то слушай уже кончается резьба короче надо болты нормальные эй молоток не знаю идет куда-то и не выходит ну все резьба кончилась чё делать а ну оно не снимается у меня нету длинных болтов есть только монтировка вот так вот поняли для чего съемник чтоб монтировку удобно подсунуть было да нифига не снимается я в шоке надо искать длинные болты тьфу ты блин ребята оно давно снялось уже у меня здесь не подумал вон видите начало разворачивать надо диаметр побольше на конце хотя бы ешкинку там же шлицы и оно пошло наворачиваться на эти шлицы этот давно снялась уже блин а у меня ж теперь видите не залазит надо делать по диаметру шлицов блин об этом я не подумал сейчас расточу так все ребята получается хорошо так теперь смотрите не хватило болтов мне дальше он уже в принципе снято проточил теперь четко видите на шлицы заходит батарея у нас садится в камере дальше передвигаем вот так дальше съемник да и все но этот буртик даже не страшно даже не страшно владик понял садится до батареи ты блин не успеем не успеем блин блин вечно как я снимаю сразу загвоздки какие-то короче ребята все получилось супер сейчас завтра даже завтра размер в конце видео надо все-таки размеры вдруг у кого-то такой же автомобиль супер-пупер как у нас поняли как отручу смотрите то все давно снято ура ребята кольцо кончили ну да она где-то там видишь нету кольца его расколола надо новые кольца где он достать но их и надо всегда после того как достали надо менять но где купить в этом городе из поняли сейчас надеюсь батареи хватит они придется размер размеры же еще раз показываем вот саморазборной не ну классный получился с такого металла вот мне здесь пришлось еще на токарном проточить вот чтобы на шлицы и вот эти вот заходила видите вот так а я что ты это и она получилась уперлась вот здесь и все и отключу кручу думаю да что такое а граната не снимается оказывается это уже вот сюда надо размер вот этот было мне сверлить а я просверлил ты это